Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами поедем на выставку продажу аквариумных рыбок и террариумных зверят. Вообще в Чехии нет такого понятия, как, например, в России птичий рынок. Если кто-то хочет приобрести животное у заводчика, то для этого есть такие выставки продажи. Как правило, они проходят в выходной день, вот сегодня, например, воскресенье. И мы с вами отправляемся в Прагу. Вот я уже на месте. Выставка продажи проходит в здании языковой школы. Давайте прогуляемся и посмотрим, кого тут сегодня продают. Что интересно, вход платный. Причем цена билета разная и зависит от времени посещения. Самое высокое, когда рынок открывается, и самое низкое, естественно, перед закрытием. Рыбок продают по воскресеньям, а по субботам террариумных животных. В этот раз необычный день, продаются и те, и другие. Продавцами являются сами разводчики, поэтому есть возможность купить качественную, например, рыбку. Кроме живности, также можно купить корм, средства по уходу, растения, получить грамотную консультацию по содержанию питомца. В социалистическую пору аквариумистика в Чехословакии была очень популярна. Каждая пятая семья держала дома рыбок. Многие занимались не только их содержанием, но и разведением. Уже после социалистической эпохи разведение рыб стало угасать из-за подорожания электроэнергии и воды. Однако по сей день профессиональные чешские заводчики экспортируют аквариумных рыбок в Германию и другие страны Евросоюза. Цены, которые вы видите, указаны в чешских кронах. Чтобы понять, сколько это в рублях, надо умножить на три. Рыбок в этот раз не очень много. Возможно, связаны и с тем, что школьные каникулы и покупателей пока мало. Субтитры создавал DimaTorzok Сюда, конечно же, приезжают за покупками с детьми. Я себя помню маленькой. Поездка на московский птичий рынок в выходные, тогда еще на Таганку. Было самое радостное событие. И неважно, купили мне там хомячка, попугайчика, морскую свинку или нет. Мы в прошлом году здесь купили рыбок, петушков. Они были невероятно красивые, но, к сожалению, долго не прожили. Я только потом узнала, что рыбки импортные и долго после покупки не живут. Сейчас ищем в гупе какой-нибудь новой необычной окраски. В зоомагазинах в основном стандартно, одни и те же везде. У одного продавца нам понравились, но в продаже только мальчики, а нам нужна пара. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этаже с террариумными животными в этот раз много рептилий продает какой-то англоговорящий господин. Различные змеи. Кажется, в Чехии бум на этих животных. Мы змею не держим, не поддаемся местным трендам. Вот эублефара может быть, но не сегодня. Традиционно продают корма. В общем, ушли мы с рынка без рыбок. Зато, не поверите, с мадагаскарским тараканом. Причем таракан с характером. Если что-то ему не нравится, начинает орать. Никогда бы не подумала, что я куплю таракана. Однако насекомое забавное. Пишите в комментариях, если вам интересно, я сниму о нем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео вам понравилось. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok